Привет! Это Тиберда, Карачаево-Черкесия. Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 9 регион. Это город Тиберда. Здесь буквально 15-20 километров до знаменитого Донбая. Также здесь, если ехать со стороны Невиномыска, можно проехать город Черкесск, город Карачаевск и вот здесь оказаться в Тиберде. Ну вот здесь такие вот сейчас, можно сказать, влажные горы, то есть видно, что сегодня здесь рано утром был достаточно такой порядочный дождь, под который мне пришлось попасть, но тем не менее, сейчас уже дождя нету, сейчас уже здесь все высыхает и можно даже обратить внимание, что вот там вот такое появилось синее небо, просвет, возможно здесь будет уже днем солнышко и довольно-таки хорошо. Ну, а я продолжаю свой путь, то есть мне нужно будет обратно на Карачаевск, на Черкесск, дальше Невиномысск, Ростов и большая встреча путешественников в Москве планируется. Ну, а вот это, обрати внимание, то есть это Карачаево-Черкесская Республика, то есть здесь опять же горы. Домбай у нас это 4046 метров, если обратить внимание, в ту сторону еще дальше будет уже Эльбрус, на Эльбрус это 5693 метра высотой считается гора. Ну, кто хочет, тут большое количество можно тоже найти развлечений, приключений, конные прогулки, рафтинг и прочее. Слышны реки, как журчат и тому подобное. Ну и вот такой вот достаточно красивый вид, то есть можно обратить внимание, что там вот такое вот облако опустилось ниже горы, над поселком, над поселком находится. Ну, это вот город, то есть в городе есть пятиэтажные дома и есть вот такие вот частные дома. Ну, а сейчас моя задача двигаться дальше, то есть нужно поспешать на встречу путешественников. 26 августа в Москве будет встреча с Лысенко. Это председатель Союза Кругосвечников, человек, который посетил больше, чем 195 стран. Потом будет встреча с рассказом про Индию от Антона Кротова. И потом большая встреча путешественников на реке Клязьма. 20-летие Академии Вольных Путешествий. Нужно туда всячески поспешить. Поспешить это, да, на Кавказе хорошо, да, здесь очень классно и гостеприимно. Я здесь уже не первый раз вообще на Кавказе, но нужно поспешать на встречу путешественников. Поэтому дальше в путь, пора, пора двигаться. Ну и еще хочу, да, действительно, вот обратить внимание, что вот такие вот здесь природа, облака красивые. И, ну, классно, классно, мне лично так понравилось. Здесь достаточно, достаточно хорошо. Всем привет, кто знает меня в Тиберде. Всем это... Ну, кто знает, тот знает. Пишите комментарии под это видео. Пишите лайки, пишите какие-то пожелания, добавляйтесь, пишите вот такие вот уроки географии от Дмитрия Воронцова. Ну, а я сюда добрался и могу, хочу заметить, издалека, из Ямала, из Надыма, из Нового Рингоя автостопом сюда на Кавказ. С Ямала на Кавказ. Ну и также можно заметить, что это расстояние от Ямала до Кавказа практически как от России до Таиланда. По тысяче километров больше, чем пять тысяч километров. Поэтому путешествуем дальше и нас ждут и Камбоджа, и Индонезия, Ваос, Вьетнам, Китай, Таиланд и другие страны. Всем привет!